Евро на вчерашних торгах вновь оставался под давлением, и рынки, похоже, намерены продолжать распродажи. Причина этому сильная макроэкономическая статистика из США, все более отдаляющаяся от хромающей экономики еврозоны. Ситуация в Европе по-прежнему нестабильна. Во вторник Испания объявила новый бюджет, который возвращает ее в рецессию. Уровень долга этой страны приближается к 22-летнему максимуму. Сектор услуг в Испании и в Италии продолжает сокращаться. Французские данные также отражают стагнацию во второй по величине экономики региона. И пока нет ничего, что могло бы как-то изменить минорный настрой инвесторов. На этом фоне единая валюта продолжила снижение, опустившись от максимального уровня на открытии дневной торговли 1.3238 до минимальной отметки 1.3107. Здесь пара обрела некоторую поддержку и начала корректироваться. На торгах в четверг предполагаем продолжение восходящей коррекции евро-доллара к уровню дневного разворота 1.3162 и в случае его пробоя дальнейший подъем в направлении 1.3206 и возможно к 1.3232. В этой зоне ожидаем разворот курса единой европейской валюты и возобновление снижения к целевым уровням 1.3095 и 1.3055. Снижение пары к этим целям может возобновиться также и от уровня дневного разворота 1.3162, если быкам по евро не удастся его преодолеть.